Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что для начала, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я буду отметить, что вы задаете его в раздел психологии. Психология – это раздел, где анализируют факты, полученные в данном случае от клиента. То есть отвал. И на основе этих фактов уже можно говорить, например, и о, значит, допустим, подборе терапии. Можно говорить и о, значит, ну, о том, чтобы с вами работать. Да. Вот. То есть это всё, это всё действует именно так, через индивидуальную работу. Хотя бы на основе фактов, которые вы предоставляете. Но конкретно о себе вы ничего не пишете. И поэтому я вынужден предположить, что либо вы свой вопрос задаете не в тот раздел. Да. То есть, например, вы задаете свой вопрос там в раздел, например, эзотерики. По ошибке. Вот. В этом, в этом случае, нужно вам переадресовать свой вопрос в раздел «Эзотерики». Там вам помогут. Вот. именно в этом случае. В этом случае нужно переадресовать. Либо, либо, к сожалению, получить такой достаточно общий ответ на ваш вопрос. Потому что тревога является лишь симптомом, но ни в коем случае не является тревога самим фактором самой проблемы. Давайте разбираться. Вы пишете. Помогите мне. Хорошо. Помочь как. Вот как вы хотели бы, чтобы мы вам помогли. Ну, желательно вот конкретно. Как бы вы хотели, чтобы мы вам помогли. То есть, как вы видите помощь вам. Понятно, да? Вот. То есть, вот вы сейчас здесь задаете вопрос. свой на нашем форуме. Вот. И как вы представляете себе помощь вам? Просто поясните. Второе. Вы пишете. Не могу справиться с тревогой. Понимаете? С тревогой справляться вообще не нужно. То есть, вот именно справляться, именно справляться с тревогой не нужно. Я бы сказал, я бы сказал, что тревогу нужно раскрыть. То есть, тревога это чувство, это сигнал, сигнал вам о том, что есть какая-то неудовлетворенность у вас, ну, в вашей жизни есть какая-то неудовлетворенность. И вы, соответственно, будучи неудовлетворенной, нуждаетесь в коррекции поведения. В коррекции своего поведения и своего отношения. То есть, грубо говоря, тревога это индикатор. Индикатор того, что вам в вашей жизни пришла пора что-либо менять, что-то менять. Что-то, не что-либо, а что-то. Вот. А это? Дальше. 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 Вы говорите, а значит справиться, не могу справиться с тревогой. Справиться с тревогой значит подавить её. То есть, вы говорите, я не могу подавить свою тревогу. Ну, так вы говорите, нам, по крайней мере. Вот. Задекает вопрос. Тогда. А нужно ли подавлять тревогу? То есть, как бы, как бы, ну... Если тревога это сигнал о том, что вам нужно что-то менять в себе, да, если тревога это сигнал вашей неудовлетворенности, то нужно ли её подавлять? И сигнал это ваши, это тревога в данном случае, это ваше желание, которое, значит, ну, по сути, да, проявляет себя вот так вот, вот в такой, скажем так, негативной форме. То есть, вам чего-то хочется, например, хотите вырваться, например, хотите поделать что-то для себя, например, хотите перестать подавлять, ну, в глубине души, в глубине души. Хотите перестать подавлять себя. А это вы себе запрещаете. И поэтому обязательно должно случиться, что это плохое что-то, за что бы вы себя наказывали. Обязательно. То есть вот есть, грубо говоря, да, есть, грубо говоря, тревога. Вот. Вот. Есть, грубо говоря, тревога. И. Ну, собственно. Вы боитесь, что что-то плохое произойдет? Откуда мысли возникают, что что-то плохое произойдет? С чего должно случиться что-то плохое? А случится давно что-то плохое, потому что вы хотите, чтобы что-то случилось. Неплохое, безусловно. Неплохое. Вы не желаете смерти своим родственникам, своим близким. Это понятно. Но вам хочется, вам хочется, вам хочется, чтобы что-то случилось. потому что, ну, как бы, скорее всего, да, скорее всего, вы неудовлетворены. Ну, вот, в своей жизни вы неудовлетворены. Вот. Так и работает тревога. Это неудовлетворенность, которая, значит, находится под запретом, который проявляется в виде, значит, наказания. Т.е. если что-то случится, да, то обязательно будет плохое. Вот если что-то случится, да, т.е. если что-то должно случиться, что обязательно плохое? То есть хорошего вообще случиться не может. Только, только плохое. Вот исключительно. Ладно, да, исключительно только за хором. А почему так? Почему так? А потому что, по вашему мнению, не должно ничего быть. Вы же привыкли справляться со своими чувствами. Вы привыкли подавлять свои чувства. Вот, вы привыкли не обращать на них внимания должного. Правильно? Ну, скорее всего. Скорее всего. Ну и, соответственно, вот, как это и работает. Поэтому еще раз. Справлять ничего не нужно. Справляться ничем не нужно. Именно справляться. То есть, тревога это не то, с чем справляться. Понимаете? Тревога это не то, с чем нужно справляться. Тревога это то, что раскрывают, изучают, выражают, принимают, заявляют. Ну, то есть, вы об этом заявляете. Ну, о том что, ну, что хотите чего-то. Ну, ну, для себя. Понимаете? Вот эта позиция, эта позиция, она является адекватной. Та позиция, которую вы продвигаете, ну, вот, в данный момент, да, то есть, позиция, когда вы хотите просто избавиться просто от тревоги и всё. Эта позиция деструктивная, драконовская по отношению к себе. Вот. Вот я уверен, что если так вот чуть-чуть глубже копнуть, да, то вы склонны принижать себя, вы склонны занижать свои, там, чувства, например, свои желания, например. Вот, вы склонны всё это занижать, как бы, как бы, как бы. Вы склонны всё это обесценивать. Вот. Потому что, ну, а, как, как же я, как же я, как же. Это же вот они, это же я для других делаю что-то. Вот. Вот это такой вот жизненный драйвер, жизненный ориентир, да, угодимый называется. Ну, он, в принципе, есть в интернете, вы можете его посмотреть. Ну, об этом в интернете можете посмотреть. Вот. То есть, там это, ну, там это написано. Вы там можете увидеть, а, как бы, про это. Ну, вот, именно про то, о чём я сейчас говорю. И, соответственно, соответственно, нужно что-то менять. Соответственно, вам нужно что-то менять. Потому что, ну, а, без перемен не получится в данном случае ничего. Потому что, как бы, только изменив своё поведение, вы сможете на что-то рассчитывать. Дальше. Так. У меня чувство тревоги, что что-то плохое случилось. У меня двое детей. Мне трудно отдавать с ними одно, и вдруг что-то произойдёт. Да? Вот смотрите. Если охарактеризовать вас, да, как, ну, маму, например. Вот какая вы мама? Если охарактеризовать вас именно, как, ну, как мать. Вот как, какая, какая вы мать. Заботливая, строгая. Ну, ну, ещё там какая-нибудь. Вот. Подумайте об этом. Это тоже очень важный момент, на самом деле. Я уверен, что, если вы подумаете, если вы вот так вот, ну, как, ну, прикинете, вот, то вы сможете увидеть, что мама, вы, вот, как мать, как мать, а вы скорее, знаете, заботливая. Вот, вы скорее заботливая мать, вы скорее мать именно которая такая заботливая, и причём заботливая не просто, да, заботливая... там, слишком, слишком заботливы, вот, т.е. вы прям слишком заботитесь сильно о своих детях, например, т.е. вы боитесь их отпускать, а, там, ну, 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 погуляться одних, например, вот, а, вы боитесь оставлять их одних, вот, ну, где-то, где-то вы боитесь их оставлять где-то, одних, вот, а, вы, там, не позволяете им делать, значит, ну, то, что они хотели бы, вот, опять же, по, ну, по ряду причин, вот, понимаете, какая история, и, вот, это, на самом деле, очень важный момент, на самом деле, очень важный момент. Потому-то за этим, вот, как правило, за этим скрываются, ну, ваши собственные, либо проблемы, либо страхи, либо, соответственно, что-то еще. И дети, как бы, они в данном случае, просто отдуваются, и отдуваются именно за, вот, как бы, то, как вы себя ведете, вот, за вашу проблему. Поэтому, соответственно, что вы можете сделать в этой ситуации, да, вы можете отделить себя от детей, вы можете проанализировать свои чувства, которые вы себе подавляете, вы можете, эм, разрешить, разрешить, себе, действовать, для себя, вот. То есть, сейчас, вы, сейчас, вот сейчас, на данный момент, вы действуете не для себя, да, на данный момент вы действуете исключительно только для других людей, вот, а, соответственно, можно действовать для себя, вот, можно действовать только, только, ну, в том числе и для себя, для себя, можно начать с себя, но это очень важный момент, тоже, и уже, соответственно, исходя из этого, выстраивать, ну, как бы, новую модель победили. Значит, давайте по заданиям, да, какие вы можете задания сделать, что вы можете сделать, прямо здесь. Значит, ваш жизненный путь, то есть, ваш выбор, ну, вот, по жизни, да, то есть, какой, ой, то есть, как бы вы описали, эээ, свою идею. в которой вы живёте, в которой вы отдаёте вообще предпочтению, как бы вы описали. Соответственно, критика этой идеи. Дальше. Что вы делаете для себя? Ну, просто вы для себя. Как часто вы расслабляетесь, как часто вы отдыхаете, как часто вы делаете что-то для себя, короче говоря. Вот. Если делаете, то, соответственно, что, да, если не делаете, то, соответственно, почему, вот, и так далее. Дальше. Какие чувства вы себе подавляете? Ну, то есть, просто вот, пример, да? Какие чувства вы себе подавляете? С чем это связано? То есть, вот, какие чувства вы подавляете в себе, источники, да, то есть, откуда вы узнали, что эти чувства надо подавлять, и аргументы, почему. Как бы вы могли это чувство проявлять в положительной позитивной форме, да, да? Вот. То есть, ну, как бы вы могли выразить свои чувства, скажем так. Вот. И могли ли, могли бы это сделать. И, конечно, сумма оценка. Сумма оценка, это вообще очень важный момент. Потому что, от того, какая она у вас, а, да, ну, сумма оценка. Зависит все, все. Вот, вообще, вообще все. Общение с детьми, зависит от этого, напрямую. Потому что, будет вас, например, муж любить, ценить, уважать или нет. Да? Это зависит от этого, от того, насколько вы к себе относитесь, ну, как хорошо вы к себе относитесь. Вот. Ага. Ну и, соответственно, так далее. Так далее. Это вот все задания, которые пока вам нужно выполнить. Еще, копилку заданий, я бы, я бы кинул личную границу. Да? То есть, вот. За что, как бы, отвечаю? Я, за что, как бы, отвечают, ну, другие люди. Да? Где, где? Где граница? Моей ответственности. Да? То есть, где граница? Моя... Моя... То есть, где вот то, то, что... Ну, то, что делаю я. И где то, что делают другие. Как бы? Как бы, да? Понятно. О чем где-то речь, я надеюсь. Что это вот... Если... Если... Допустим. Я... Там что-то делаю, да, что я делаю это, собственно, как? Это делаю я для себя или я делаю для других? А если я это делаю для других, то как бы не врежу ли я себе, да, не врежу ли я себе, не наношу ли я себе вред этим, ну вот, тем, что... Делаю что-то для других. Дальше. Есть у меня место, где я могла бы побыть наедине с собой, со своими мыслями, со своими переживаниями, со своими чувствами наедине. Вот. Есть ли такие... Эээ... Вот так. Ну... Есть ли такие вещи... Вот. Понимаете? У вас. Вот. Мне кажется, что вот это... Тоже очень... Тоже очень... Такой... Эээ... Ну... Такой очень важный вопрос. Для вас. Вот. Понятно, да? Вот. Вот. В принципе. То, что вам можно ответить. По вашему вопросу. С точки зрения психологии. Эээ... Заметьте, да, именно с точки зрения психологии. Не с точки зрения эзотерики. Не с точки зрения, там, предсказаний, гаданий и так далее. Психолог этим не занимается. Вот. Будете, эээ... Выполнять эти... Эти задания. Если... Если... Как бы... Хотите, чтобы... Ну... Чтобы ситуация... Нормализовалась у вас. Будете выполнять эти задания. Ну... Соответственно... Будет результат. У вас. Если не будете... Выполнять... Эээ... Задания. Ну... И... Соответственно, результата тоже не будет. Вот. И если... Такой вот, как бы... Дальнейшей работы не будет над собой у вас. То... То... Тоже... Эээ... Перемен и... Результата... Результата не будет. Вот. Это... То, что можно вам... Сказать. В ответ на ваш... Вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если... Эээ... У вас остались дополнительные вопросы. Ко мне по психологии обращайтесь. Уличку будут помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Пока! Пока. Продолжение следует...